Привет! В ходе этого урока мы с вами ознакомимся с вложенными, а также анонимными классами в языке Java. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. Для начала давайте поговорим относительно вложенных классов. Вложенные классы это те классы, что записываются внутри какого-либо другого класса. Вложенные классы они полезны в случае, когда нам необходимо дописать некий дополнительный функционал к текущему классу. Вот смотрите, на данный момент у меня, предположим, есть класс truck. То есть этот класс он описывает грузовик. У грузовика должен быть двигатель. Двигатель, как сам по себе, это не просто какой-то там простой элемент, да, простой элемент машинки по типу болтика, да. Это по факту большая целостная система и такую большую целостную систему можно описывать за счет нескольких методов, за счет нескольких полей, ну или другими словами переменных и так далее. То есть это как некий такой небольшой объект, что по факту принадлежит к нашему большому объекту truck. Так вот, в таком вот случае мы как раз и можем создать вложенный класс. То есть этот класс, он будет находиться внутри класса truck и будет описывать его некую часть. Здесь еще такой важный момент, что вложенные классы, они именно обычно используются для описания какой-то части из нашего большого класса. То есть будет глупо, например, создать объект, вернее, создать класс дерева и внутри него создать класс, вложенный класс, который будет описывать там, например, цветочек. Дело в том, что дерево, оно не состоит из цветочка, ну и, соответственно, будет бессмысленно создавать вложенный класс, который не описывает часть самого этого дерева. Зато вот, например, если вдруг вам потребуется описать какую-то там корневую систему самого этого дерева, ну, к примеру, да, то можно уже будет создать там вложенный класс. Ну и описать за счет там полей и методов вот эту вот всю корневую систему. В нашем случае, поскольку мы работаем с транспортом, то нам вполне логично будет описать некий двигатель. Ну и, конечно же, вложенный класс можно создать в классах наследников, в том же классе truck и класс car. Но поскольку что в классе truck, что в классе car, нам повсюду потребуется двигатель, то логичнее весь этот вложенный класс будет описать именно в нашем абстрактном классе, в нашем основном классе, что мы как раз с вами и сделаем. Вот давайте, возможно, где-нибудь в самом низу, допустим, даже вот здесь, мы создадим вложенный класс. Чтобы создать вложенный класс, мы по факту должны создать самый стандартный класс. Единственная разница заключается в том, что этот вложенный класс, он находится внутри другого класса. Вот и все. А так, то это один в один обычный класс. Здесь мы просто прописываем ключевое слово класс, мы прописываем название для этого класса, например, engine, то есть двигатель. А далее здесь мы указываем несколько необходимых для нас, например, полей или же методов. По желанию вы даже можете здесь указать и конструктор. И давайте мы, наверное, такое с вами сейчас и сделаем. Для начала мы создадим просто несколько полей. Например, первое поле, оно будет называться, оно будет идти с типом данных Boolean, оно будет называться isReady. То есть сюда мы будем записывать либо значение true, либо значение false. И если true, то, например, наш двигатель готов к запуску. Если false, то, например, он будет не готовым к запуску. А также пускай у нас здесь будет еще одно поле, оно уже будет integer, ну и будет называться key. То есть сюда мы будем записывать пробег двигателя. Далее мы можем создать несколько методов, но также мы, конечно же, можем создать еще и конструктор. Давайте даже это мы с вами и сделаем. То есть у нас будет конструктор, который будет принимать два параметра. Это Boolean isReady, например, а также пускай это будет int.cam. То есть вот эти два значения, которые мы будем устанавливать, здесь и в конструкторе мы их будем принимать. Ну и конструктор у нас будет достаточно простой. Мы просто обращаемся к isReady, устанавливаем то значение, которое получаем в самом конструкторе. А также обращаемся к this.km и устанавливаем тот параметр, который получаем, опять же, внутри самого конструктора. Дополнительно мы давайте создадим еще один метод. Этот метод будет выводить нам информацию относительно двигателя. То есть он просто будет называться как info. И здесь все будет достаточно просто. Мы обращаемся к isReady. Если у нас данная переменная будет идти со значением true, то мы понимаем, что двигатель у нас, в принципе, исправный. И мы будем, давайте, выписывать информацию, что двигатель исправен. Например, вот так вот здесь будет писаться. А иначе, мы давайте будем тоже некую информацию выводить и писать, что нет, он не работает. И плюс будем писать, что он проехал уже. И дальше будем выводить просто сколько километров он проехал. То есть мы можем здесь прописать this.km или же просто km. Он проехал уже, вводится цифра километров. И плюс, возможно, мы давайте даже в конце будем все-таки дописывать km. То есть столько-то километров он проехал. Что мы на данный момент получили? Мы получили действительно вложенный класс. То есть этот класс принадлежит к классу транспорт. И по факту на основе этого класса мы можем создавать различные объекты. Мы давайте вот прямиком здесь, внутри класса транспорт, создадим объект на основе нашего класса engine. Вот такая у нас здесь будет структура. Ну и чтобы создать такой объект, мы давайте с вами сделаем вот что. Во-первых, мы укажем для него модификатор доступа public. Можно, конечно же, private указать, можно protected. Но мы указываем public просто по той причине, что я хочу иметь быстрый доступ к этому полю отовсюду. Просто, чтобы мы могли все это протестировать. Поэтому указываем здесь public. Далее, мы указываем тип данных. В нашем случае используется тип данных, это название класса, то есть engine. Сам объект пускай тоже будет называться как engine. Здесь мы просто выделяем память. И, конечно же, нужно указать сразу значение в конструктор. Здесь мы давайте укажем то, что наш двигатель, допустим, будет неисправен. И, возможно, мы также укажем здесь пробег. Ну, допустим, там не 10 километров, а, допустим, там 1 миллион километров. То есть мы там в тысячах сразу будем, допустим, указывать. Вот только единственное, мы давайте, наверное, это поле лучше не будем создавать в классе транспорт. А мы это поле создадим в классе truck, а также дополнительно создадим в классе car. То есть вот здесь мы уже создадим соответствующие объекты. Ну и, например, мы скажем, что у грузовика действительно двигатель будет не рабочий, он проехал, там уже, допустим, миллион километров. А здесь у нас будет рабочий двигатель, и предположим, что он проехал там всего лишь 10 тысяч километров. И что я теперь могу сделать? Я могу, по сути, на основе такого класса, как car, или же на основе такого класса, как truck, я могу создать объект. И далее через этот объект я могу обратиться к другому нашему объекту, он называется engine. А уже через этот объект я могу обратиться к полям, а также методам, которые будут записаны внутри нашего вложенного класса, то есть внутри класса engine. Ну, в моем случае я давайте просто обращусь к методу info. Он будет возвращать нам информацию относительно нашего двигателя, который находится, например, в объекте BMW. Точно то же самое мы, возможно, давайте сделаем и для нашего трака, для нашего грузовичка. Ну, и запустим это все, и просто увидим информацию относительно BMW, а также нашего грузовичка. Две секунды подождем, пока оно все у нас тут продумается. И вот, видите, ну, конечно, выводится object created, это еще ранее оно у нас выводилось. И дальше для BMW просто пишется двигатель исправен, а для грузовика пишется, что нет, он не работает, он проехал уже там 1 миллион километров. Вот такая у нас здесь идет логика. Ну, и все у нас вроде прям прекрасно. Единственный момент заключается в том, что на данный момент я беру и устанавливаю значение сразу как бы для абсолютно всех наших объектов, что будут созданы на основе класса car, а также класса truck. Это не совсем логично. Дело в том, что, конечно же, там, где мы создаем объект, там мы лучше и будем присваивать значение для нашего двигателя. Поэтому давайте вот что с вами сделаем. Мы просто укажем, что у нас не будет по факту конструктора, то есть мы его сейчас удалим с вами. Здесь у нас просто будет некий метод, он будет называться setValues. Например, вот так он будет называться. И мы можем вызывать этот метод и, соответственно, в него мы будем передавать какие-то значения. Поэтому вот здесь мы теперь просто удаляем передачу параметров при создании объекта. Здесь мы делаем абсолютно точно то же самое. Ну, а теперь вот здесь мы просто перед тем, как обратиться к методу info, мы обращаемся к setValues. Здесь, допустим, уже укажем false, укажем, допустим, тысячу или две тысячи километров, ну, два миллиона километров. И делаем точно то же самое и для нашего грузовичка. То есть мы изначально установим значение. Здесь просто укажем true, например. Вот. И потом будем выводить информацию. Опять же, давайте это все мы запустим и просто протестируем, что у нас получилось. Итак, видите, теперь для BMW, конкретно для этой машины, указывается, что двигатель не работает. А для грузовика указывается, что двигатель работает. Ну, так просто будет логично, потому что до этого я как бы устанавливал сразу значение. И любой объект, который я бы не создал на основе класса car или на основе класса truck, у него сразу уже были бы установлены значения для двигателя. Это нелогично, потому что значение мы устанавливаем под конкретный какой-либо объект, а не под класс в целом. Поэтому такая реализация, как сейчас, она более логичная. Получается, вы можете использовать вложенные классы для описания какой-либо дополнительной части внутри самого класса. Вот как мы, например, описываем двигатель. Далее вы можете просто создать объект на основе этого вложенного класса и работать с этим объектом, как с обычнейшим объектом. Просто это будет вложенный объект, вложенный как бы класс, но при этом работа с ним не будет отличаться. Теперь давайте поговорим относительно анонимных классов. Анонимные классы, они используются для быстрого создания объекта и добавления к нему новых дополнительных функций. Анонимные классы, их можно использовать, когда вот у нас есть некий один большой, например, класс. И вдруг нам потребовалось на основе этого класса создать некий объект, который, возможно, будет в единственном экземпляре. То есть под этот объект будет глупо создавать некий новый дополнительный класс. И по факту мы в этот момент, когда вот нам нужно создать очень схожий объект на основной наш класс, но при этом с минимальными отличиями, мы можем использовать анонимные классы. Вот давайте все на практике сейчас рассмотрим. Итак, для начала мы просто указываем то, что мы создаем объект на основе класса Car. Ну и этот наш объект, он пускай будет называться как FlyCar, то есть летающая машинка. Далее мы здесь просто выделяем с вами память. И поначалу давайте вот создадим как будто самый стандартный, что ни на есть, объект. То есть вот, мы просто выделили память, передали сюда какие-то параметры, ну я их просто скопировал. И вот у нас есть объект FlyCar. В общем-то, все можно реализовать без анонимного сейчас класса. Можно было бы дописать в наш класс Car новый некий метод, который бы позволял машинкам летать. Но поскольку мы понимаем, что у нас на самом-то деле будет лишь одна такая машинка, одна такая летающая машинка, то как-то неохота дописывать отдельный метод сюда в класс. Тем самым мы будем усложнять сам этот класс, усложнять его в плане наличия методов. То есть неохота это делать. Было бы круто, если бы мы могли вот просто конкретно только для этого объекта, только для него, мы бы могли дописать некий новый дополнительный функционал. И такое действительно можно сделать. Чтобы такое реализовать, мы просто после создания, после выделения памяти, мы просто здесь открываем фигурные скобки. И дальше в фигурных скобках мы уже дописываем вот этот новый функционал. И мы давайте здесь с вами перепишем действие такого метода, как MoveObject. Дело в том, что если вы просто сами создадите здесь некий новый метод, то к этому методу вы не сможете обратиться. То есть вы можете здесь просто переписать какой-то существующий метод. Ну вот, например, опять же, у меня есть метод, который позволяет двигать объект. И явно движение для конкретно летающей нашей машинки, оно будет совершенно другим. И только для этой отдельной машинки мы и переписываем сам этот метод. То есть здесь важно, что мы должны именно переписывать какие-либо методы. Ну и давайте мы прописываем здесь Override. Дальше мы указываем то, что мы переписываем с вами. Ну или давайте даже мы так сделаем. Мы просто пропишем здесь OverOver, как бы, и просто быстро реализуем MoveObject. Да, вот он у меня здесь был реализован. Смотрите, он здесь предлагает то, что мы сразу реализуем изначально функционал из основной, из основного нашего метода, да. И, возможно, давайте мы так даже и будем делать. То есть у нас пускай будет выводиться вот эта вот информация. А дальше мы просто допишем еще какой-то свой собственный код. Но, конечно же, если не хотите, вы можете закомментировать или удалить эту строчку кода, и код из основного метода, он не будет выполняться. Ну, у меня он пускай останется. Здесь я хочу сделать, наверное, вот что. Я хочу обратиться к ZIS. Дальше хочу обратиться к нашему двигателю. И я бы хотел его запустить. То есть я бы хотел обратиться к полю ISREADY и его запустить. Но я, к сожалению, не могу обратиться к полю ISREADY, потому что у него есть модификатор доступа Private. Мы, конечно, можем указать здесь модификатор доступа Public, но тогда мы теряем вот эту вот концепцию инкапсуляции. Она гласит о том, что все поля должны быть с закрытым модификатором доступа. И мы давайте сохраним эту концепцию. Мы просто сделаем вот что с вами. Мы создаем отдельный метод, он будет называться ISREADY. И здесь мы будем делать следующее. Мы принимаем с вами один параметр. Он тоже пускай будет называться как ISREADY. И дальше в наше поле ISREADY мы устанавливаем то значение, которое принимаем вот здесь в качестве параметра. Теперь мы что получили? Доступ здесь он до сих пор Private, но при этом к этому полю мы можем обращаться через метод. Через метод, который тоже называется у меня как ISREADY. Так вот, мы давайте просто обращаемся к ISREADY. Здесь указываем значение True. Все, то есть мы говорим, что мы запустили как бы двигатель. А далее мы давайте все, что скажем, что машина летит. Вот, например, что-то у нас такое здесь будет написано. Конечно же, если это будет полноценная какая-то игра, то здесь вы пишете новый, абсолютно новый какой-то функционал для того, чтобы машинка действительно, она у вас как-то летала. Но на данный момент мы будем все упрощать и просто пропишем некий текст, некий вывод текста в терминал. Ну и теперь что можно сделать? Мы можем просто обратиться к нашей летающей машинке FlyCar и дальше мы можем обратиться к MoveObject. Напомню, что MoveObject, он у нас уже будет переписан. Сюда нужно еще передать какую-то скорость. Мы давайте укажем 450 километров. Ну, к примеру, это же летающая машина. А также дополнительно все остальное мы давайте просто с вами закомментируем. Закомментируем мы это вот таким образом и запустим программку. Что же у нас получится? Итак, запускается программа и вот что у нас выводится. Во-первых, у нас, конечно же, выводится Object Created. Поскольку объект создан на основе класса Car, то здесь конструктор никто не отменял. Вот этот вот наш конструктор, который выводит Object Created. Поэтому эта информация, она постоянно у нас выводится. Далее у нас выводится, что наш объект двигается со скоростью 450 километров. И плюс у нас выводится наш дополнительный функционал о том, что машина как бы летит. Получается, подобные анонимные классы, их стоит использовать, когда у вас есть некий объект, который очень сильно похож на основной класс, но при этом у него есть некие существенные отличия. Если бы таких объектов у вас было хотя бы там 3 или 4 штучки, то, конечно, можно было бы дописать и метод в сам этот основной класс, потому что уже не для одного объекта вы разрабатываете этот метод, а сразу для нескольких. Но поскольку мы говорим сейчас про лишь один единственный объект, то, конечно же, логичнее не просто добавлять этот новый метод, который будет нужен только для одного объекта в сам класс, а просто будет логичнее создать сам по себе вот этот вот класс, вернее, сам по себе вот этот вот объект, и сюда же дописать к нему перепись какого-либо метода. Да, в моем случае я переписал метод по движению самих объектов. Ну что же, на этом наш урок подходит к концу. Надеюсь, этот урок вам понравился. И если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока.